всем привет дорогие друзья всем привет с вами теперь уже наверно как обычно москаль и будет у дианы и в общем-то рады вас приветствовать на обзоре под номером точнее не не на обзоре под номером а на обзоре варкапа под номером 199 следующий у нас юбилейный а этот проходил на карте ds против фкс это у нас клан вар карта на которой соревновались собственного клана из них победил я я не покажу прям кто победил но дымки я просто экраном своим покажу тут у нас есть рокет есть плазма есть батл сьют есть на старте падики и что есть дальше я думаю покажет москаль да в общем начнем то и карта кстати два 2006 года выглядит хорошо 2006 года а очень хорошо так у нас тут вокруг везде килл это по не понимаю так мы появляемся на маленьком патике старт нас где это где-то здесь вот значит у нас тут таймеры свет есть ну на варкапе он не визабелен поэтому ладно дальше смотрим падик падик прыжок 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 и платить и кстати очень слабые они дают ну по 2 q3 сразу типа плазма появляется ну тут как несущественно так везде килл надо ну отстань ладно все пони же ты ну просто так даю где-то ракета плазма окей ракета тоже появляется забрать так куда нам дальше скорее всего туда видим какой-то уступчик как мы добраться наверно только джампом так внизу видим джей точнее г джей 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 значит гол значит иди значит не прибыть что значит паки словишь пока ракеты остаются ракет нас одна остается но тут что тут но ракета может есть от сны взять принципе но не знаю это будь юзабельно надо к сне подходить по идее если если вы кудрите потом наверное юзабельно к в какой-то мере я думаю посмотрим посмотрим пока там просто до ракет надо идти еще лишний поворот мне кажется этого уступа можно с поздно добраться так идем вперед видим так суши я извиняюсь побыть секунды пожалуйста сейчас москаль москаль как вам оформление ребят давайте я пока с вами поговорю перезаписывать муж не будем времени к сожалению у нас не так много как вам плашечка я ее немножко подредактировал точнее надписи подредактировал ее саму подредактировал форестах я за что ему большое спасибо справа под fps вы можете наблюдать надпись дефраг ру . место для твоих рекордов но на самом деле уже дф компс наверное может быть даже мы это исправим когда-нибудь ордонте тут надо резко было отойти так значит продолжаем видим какую-то дверь она открывается сама скорее все тут можно и заски мить так вот есть там здесь прыгнуть может заски мить но эффективнее конечно из нее издалека пострелять чтобы на заранее открылась ну чтобы не париться со спейсингом тут все такое вроде бы понятно с этой двери все дальше нам дают стопка ракет вроде 4 до меня была одна значит опять а я использовал там да все все правильно так видим наверх так туда можно забраться ой вот с кого-то так и здесь ну-ка с прыжка оп еще одну ракету дают ага и нам наверх наверно так на телепорт если мы над землей да значит этот джампад плазмим вот нас еще остается плазма кстати говоря тут можно можно сделать буст наверно тут честно пипец это только вуди может делать такие бусты но и да ну ладно ну а так ну тут два пуста ну ладно потом посмотрим так тут нас еще можно доползмить можно двумить но конечно лучше как лучше наверное все таки есть вы начинающий лучше как-то как лучше сделать вуди если без густа делать ну да мне кажется рифом стены у тебя выбора нет войны но если плазмита по стене можно по стене про плазмить можно да можно хорошо дается нам ракета кстати бутыл сьют меня закончился ладно а там должен нам летать уже дают и вообще за на тебе не дают ну ты не долетишь kill саму так заново давай побыстрее теперь так меня ракету скорее всего не буду брать потому что там я не скриптами не забыли будет и долетел можно меньше плазмить конечно прям сюда приземляться ну да самое эффективно будет на краешек так ставим 90 градусов ясно я стекла стены на был я не посмотрел маска маска еще выше кстати там можно посмотреть какая вас то нужно и можно специально инфо включить чтобы видеть когда вы поднимаетесь дольственные насколько вам нужно подниматься допустим тут ну тут можно что-то даже можно ориентировать какой-то выбрать например вот эта полосочка вот она как раз вот она идет полоска на под этим пазиком идет можно чуть выше не надо плазмить вот сейчас попробую вот в чуть не выше не сделал а мне еще девушек чего уж надо там самый край можно в принципе не критично можно чуть дальше проплазмить на так просто быстрее ну кстати минус могли бы плазму поближе к стене положить чтобы завернуть этого к 3 кстати может быть проблемы потому что пришли шаг вперед делать и брать возможно вот его склоны смотрю далеко надо еще блин ну тут надо все расстояния как бы надо говоря придрать нормально так вот я а нет нормально все почему я же нажимал что-то свойственно маска еще и прям это самое давай соберись дай попрыгать серьезно ну ладно ну нормально мне не люблю глоба так пути ему предлагаю путь сделать всем тут можно как можно туда и туда можно как-то вот так сделать ну лавры долетается а вот что так пиджан возьмем тут честно предусто я не знаю почти но да как раз в принципе самый такой сайлевый вариант по идее так значит про это место мы еще не говорили начиная сидят 20 лет ведения скорее всего они зеркальные да они зеркальные тут ничего не дается найдем сюда тут видим пол без всего нет обувь никаких вроде как нам туда тут можно сделать принципе 2x если под хорошим углом взять но тут вроде как ну тут полторы икс конечно можно сделать скорее всего здесь до высота под хороший 2x выку 3 а цпм тут полтора икс да она мне кажется цпм-то 2x не влезет в принципе не нужен тут 2x просто полтора икс хватит просто тоже с него с тебя и от стены из роста залетаешь идут у стены финиш прямо в стиле вот и да по-моему прям стене и нужно чтобы финишировать за день свинен и скорее всего так ну сейчас еще раз посмотрю мушку найду единственное что я не рассказал сейчас скажу тут эти тесно тут может проблемы надо прям спейсинг подбирать чтобы заскинуть туда даже несмотря на то что я выстрел заранее тут не провожу или провожу мне вообще провожу тут под углом мне кажется невозможно заемить с кем ведь на взводе даже тут тесно пипец а и тут надо как-то нужно так вот про это место тут у нас уже изначально как в 500 скорость после руки жам скорее всего долбаный кошек сейчас расскажу бэра вот тут можно сделать буст от этой стены вот так сделать буст и вроде как я когда ты стил можно сделать об стену об стену 2x вот и сразу на финиш да ну вас песни кстати идеально получается буст сюда у здесь блин как бы тут прыжок возможно здесь с кем кстати говоря вот здесь на этой стене с кем да скорее всего 10 с кем стрелять ракета в стену и залетается разный финиш все но это сложно исполняется таких я нет не сделал я нету ни разу помни делать а ты стал я забил давай ты попробуй можете получится а мы же моим а ты же макси позиции используется там да блин сейчас кошка выпущу секунду в общем-то карта в принципе в лучших традициях сделано потому что она зеркальная грубо говоря можно по левой можно по правой стороне это никак не отразится на прохождение отразится положительную сторону потому что вы будете использовать сторону которая вам удобно будет здесь принципе то самое эффективное будет как можно скорее с этой плазмы набрать на полу скорость и начинать как можно скорее плазмить то есть по идее это такое расположение плазмы в цепи м по крайней мере может даже играть на руку потому что мы приземляемся сюда боковым стрейфом можем так стене подойти и уже по скорости начинать плазмить естественно и тут тут еще подвох небольшой есть если слишком с краю делать то можно врезаться вот эту фигню и это иногда бесило если честно когда я помню просто когда-то давно там играл вещи естественно нужно с большой скоростью как можно ниже и как можно раньше сюда приземляции желательно конечно без стики оба чтобы вот этот об джей он был сразу жать вперед кто там у вас все 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 ладья не играл часы я не могу купить шанс а чудо до 88 градусов делаем в общем-то примерно так здесь тоже можем делать густ здесь можно схемить ржи еще можно ракеты это не кстати я не знаю нужен ли он по идее ты когда схемишь у тебя тут ты где-то вот сюда приземляешься ты все равно срезаешь себе скорость какую-то когда делаешь ажи ты летишь выше этого пада ты не тупо не прыгнешь поэтому но я лично делал в атаку иногда это рисково да но это быстро по крайней нам же нужен быстрый путь ну он я бы не делал ну поэтому ну да но надо им иногда на некоторых картах особенно которые тебе нравится вообще поначалу именно именно на тех которые тебе давай мать ракет соберись на мать ракета не отец плазмы на картах который вам нравится нужно стараться усложнять себе жизнь то есть придумывать какие-то элементы которые сложно исполнить которые получаются редко но зато исполнив их исполнив как бы у вас грубо говоря и самооценка увеличится и вы будете понимать уже что это не такой уж и там невозможный какой-то мув и в дальнейшем будет намного легче поэтому старайтесь дефраги усложнять себе жизнь чем чем сложнее тем потом вам проще здесь можно сделать два пусто но они не самые простые по идее 1 1 да тут не самый простой и 2 2 принципе такой если вы свободно делаете пусты тут все равно ничего сложного нет если не делает не умеете делать лучше и конечно не рисковать даже если вам карта нравится вот в этом моменте не стоит усложнять свою жизнь потому что это уже почти финиш и здесь я делал каким заграницей пост а то есть и без пуста делать до решил да но я мне показалось что по моему буст не влазит тут если бус нормально делаешь ты куда-то улетаешь ну я своего скилла как бы думал поэтому для меня в принципе буст слабый так сделать нормально я не знаю едва ли смогу сейчас это повторить потому что эту карту очень долго забрать хотя бы разок так чисто тупо заглядеть но прям возле стены дело чтобы за скиньте чуть-чуть не я по моему прям под стеной пролетал ну так с так получились по крайней москвоз чё а горечь а зачем проще что-то 100 бегаешь ну вдруг я случайно там за с их позицию а для этого есть что правильный мой конфликт которым есть несколько с их позов а у вас 4 не включены так что в смысле а тут надо вот 4 дельно более я думаю да ладно сейчас я попытаю немножко в целом на карте я внесла что прямо много роутов как бы она достаточно прямолинейно просто исполнить все достаточно чисто будет сложно и она реально непростая то есть люди я спалерну немножко там из 28 не вышли хотя мировой рекорд выиграть мировой рекорд действующий у меня там 24 и 4 и это я еще не максимально там что-то быстро получше сделать разберем там москаль оскорбит мою дэмпу пару раз да обязательно критика всегда нужно ой красавчик примерно так это скинул чутка по моему меня так ты смотри вон где взрыв то какой заскал а вас та модель какая сколько 64 нет ну ты чё ты помню крючила мне казалось чуть-чуть уголочек там подрезал я попробовал в общем против листа тогда разочек хотя бы так как-то может увидеть вот честно ты песни будешь на головная боль можно и так вот эти полтора икса и все и уже 28 кстати говоря сюда я уже перебил по моему топ-1 да мне но это до нового аркаба но там непонятно что никто тебе сильных не участвовал но я уверен что для чувака который там для чуваков которые в топ-3 это были для них это были сильные таймы это важно ну я не знаю есть что-то добавить об этой карте рассказать еще по ротам я вроде все рассказал 2 к 3 столько нового 3 тут в принципе тоже самое только без листов ну да потому что она еще где вот поворота после схема где 2 открывается там надо использовать дальнюю стену потому что не завернуть как в cpm но сразу же налево направо точнее вот там надо дальние стены использовать ну понял да чем я чередок прыжок а в принципе все в ук 3 ракета тоже брать не надо вроде как скорее всего ну там данным не надо типа зачем она тоже сам его пловится и все в принципе ну дальше получается мы посмотрим как прошли в утре ребята бега давай дам очки дыму ли обновился кстати айдфе если кто не в курсе ну и можете найти его по ссылке в описании на google диске так а еще пока я ищу демки открываю напоминаю всем кто не знает либо знает но забыл либо не знал или ты не знал или ты забыл youtube трансляции накрылись опять медным тазом поэтому я буду стараться просто со стримов что-то выкладывать какие-то клипы сюда и стримы про и проходят теперь только на твиче я стараюсь почаще стримить подписывайтесь там не знаю какие-то колокольчики там есть ли уведомлений и ну либо пишите мне в дискорде и будете видите когда я стрим так ты готов давай короче как зерк сделаем в 100 раз начинали с чего смогут рида вроде давайте расцепим начнем зачем ну типа чередование как по приколу скучно смотреть после цепи ну ладно давай с в кутри давай так декус что я готов норма за декус 49 play декус у нас занял седьмое место пошел за ракеты чуть лучше запускать я вроде даже притормозил ну ладно углы хорошие спокойненько поднялся здесь без остановок проплазмин почему-то не стрелял может быть не знал что можно стрелить может быть это был быстрее чем он сам бы откроет тени за лишь как вот тремельно все тут вот тоже особо не попрыгаешь его пешком надо идти а значит надо по полу стрельфить чтобы быстрее было их на письме залетел здесь тоже слушаю к 3 тоже походу это полтора x такой ну типа 1 и 7 x почти двоится как не называется ну ладно хорошо допустим по фазе считать не ну 2x можно сделать там но смысла говорю от него не было но вот так залетает а так уговорит по полу демки нет ну без роду демки может сказать что есть демки в принципе но тракета вначале было лишнее брать там сползмы в принципе не так-то сложно вроде залетает сразу на в целом ну стрельф играть больше потому что чувствуется по спейсингу и как бы ориентирование в пространстве проседания у него в кутрии ну в принципе все еще давай материн все все бывает 39 и 7 на 1 и 2 побыстрее вайпере стрелять и плэй шестое место демок у кутрии опять немного ну за карта такая обычно побольше туда еще карта только они не тоже не из простых вот он делал как раз без ракеты ой как долго стоял еще угол выравниваю ну вайпер неопытный ничего страшно это не тот самый вайпер насколько знаю о ее кубки ракеты хорошие вы но сплазмы конечно тяжело угол не совсем правильно надо чуть-чуть ближе синие прицел вот 2x сделал как 2x ну типа чё тут похоже хрон да будто бы стоил имитация но неплохо неплохо в принципе видно что не опытный но ракеты вот он пока прям четко у него так получились может быть повезло может быть реально скилуха растет 371 волги из канады 2 с половиной быстрее почти даже больше play волги у нас более опытный чувак ой это что-то интересное было сейчас плазмой как ну чтобы наверняка да почему нет возможно это быстрее чем с ракетой было по-любому то есть он сначала проплазмил потом выставил угол и потом заплазмил чтобы не выставлять угол наверху пешком ходил долго с ракетой а еще заткнулся на финише ну вот хороший кстати полтора из получились это они тоже не нужны по идее потому что он даже даже больше чем полтора x лучше пускать немножко заранее ракету еще и наоборот так сказать то блин может быть даже под углом и немножко там вообще по хорошим отминут прыжок делать и приземляться раньше чтобы не врезаться в стену перед финишем ну да так кажется дальше давай 32 и 8 хейз плей быстрее почти на 5 ну не почти там сколько 4 с чем-то будет на 4 3 моделька слышь да так залетал без ракеты хороший угол и хорошо поднялся быстро и тут хороший угол тухой за опытный парень я уверен что у него сейчас будет очень хорошее прохождение ракета тоже очень быстро пройдено даркет хорошо кстати оплавился с углом 89 если заметил успел ну там принципе не взять на ровно 90 поставлять ну выку 3 там принципе ой красавчик финиш красавчик финиш 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 прям вообще очень хороший и киан x прям вот х издышал спину прямо киан x буквально на полтинничек обогнал и 100 глиоти 2 посмотрим бой 32 и 8 где он интересно а на финише наверно побыстрее сделал чёт ну там быстро было на глаз сложно определить мне кажется просто там хейз заткнулся немножко все равно с ракетами и next мог сделать медленнее визуально но четче без запинок это могло ему дать ракетов там было после говорю да 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 после джампада поздно хорошая была под 72 градуса сразу почти идеально и финиш тоже идеально близко к идеальным было сложно заметить это заметил то что плазма гораздо быстрее чем их из было на этом и вырулил потому что все остальное вроде так помедленнее у него так монстрик тоже там прям впритык друг другу все стоят за фреймил просто киан x а давай посмотрим твой жестко конечно и гиппи у год фрейм жесткая хрень ой как быстро поднялся у и кровоще ракета красава просто идеально сделал ракет где-то он проиграл там много баракеры хорошие поздно ой заткнулся заткнулся на финише блин могу сделать прям секунд тридцать наверно слышу вообще нормально да пошел офигеть монстрик ты че творишь ты 2 полегче да кстати был топ-2 поздравляем кенекса и монстрика с призовыми местами и конечно же очевидно что на такой карте победит гризли он уже андед и который к слову ее играл 10 лет назад и и сколько там 12 на варкапе вроде как вроде бы на варкапе не на варкапе на кланваре ну хз в каком фпс по моему в ds он был дс это шведский да не он он может быть и играл но вряд ли на самом кого короче быстрее на три с половиной секунды давай посмотрим это гравити был черт не помню поднимать их фкс склон я не помню даже заплазмил как интересный молодец ой хочешь жесткий все-таки грязи а роман маркетин медленно чему монстрика получились может немножко там все равно так такое здесь 800 пупцов побыстрее за финиш на звуку 3 какой вр там помнишь сейчас я загуглю быстро 3 28 5 шоу но слушай всего 800 учатся по онлайну грязи сделал под 3 тайм у лету на 29 и 9 и в декса 28 и 9 и вот кризи между ними 29 и 3 сделал что-то средний ну неплохо молодец нормально нормально так и собственно молодец грязи с очередным топ-1 тебя мы поздравляем и переходим цпм дам очкам которых уже побольше которых уже целых 11 штук и в 11 место занимает волги которые я шарю занимают волги и с рейтингом минус 29 к сожалению ну видимо не было времени 48 3 у него тайм что-то мне подсказывает что на один раз прошел все посмотрим возможно но новый кутрион явно больше времени потратил запнулся на плазме лучший приземлиться лет землицы и на земле на братской с помощью кнопки стрейфа они сразу позвать так эффективнее будет все таки на земле и набор скорости невысок ну да он что-то исполняет пусты сделать три раза неплохо от ракеты запустил чуть-чуть на финише и что-то он счету на финише искал где финиш типа что как там делал в конце в один раз прошел видно может 2 ну так но он скорее просто просто так типа прошел они на результат потому что на вы кутри у него хороший тайм по идее достаточно ровный как бы кич дукач на 2 и 3 побыстрее твой 10 уже место уберусь и дукач топ-10 ты представляешь вообще жесть чтобы мог подумать что я я помню его наш вот такие нам этот прыгал на st1 то типа пацаны как вот включить а сейчас смотри топ-10 занимает жесткий мы долго стоял ноги очень но это я его учил как ты да я угораю типа я его учил поэтому долго как бы чтобы наверняка никуда не торопиться классно хорошая после джампа да сразу сделал без ошибок ну давай тут руки джампа по на файл я всегда говорил еще в туннеле он западил если не имеешь ракетами проходить делаю лучше стрейфом так быстрее будет типа лучше пройти нормально чем врезаться и заново набирать скорость начинать это ну это выглядит даже странный так сложнее будет потом учиться лучше сначала стрейфа научиться потом и ракет отбавлять как стрейфу вот я так считаю согласен со мной ну да да в целом но ракеты конечно надо не за надо в целом вообще больше играть надо надо стараться лучше и ну видно же что у него ракеты неплохо поставлены стрейф там ладно может быть еще как-то что-то можно ну кач в целом пупому показывал среднем хорошие результаты вообще на протяжении всех варкапов насколько я могу помнить так что не знаю дукач давай прайся лучше братан 37 сразу с большим большим отрывом от дуки че сколько секунд ну-ка москаль чего сколько из 3 красава 63 плей массивы даже больше черепанов из из трех точек и сына готова ой на старте лишний прыг сделающую ракету взял можем не спойлерить у тебя чуть-чуть пиписал медно грузить все вроде даже клавида он еще быстрее будет давай потормашу туда ниже бинды есть не там скиллы 5 рекламирую свой конфиг все верно пусть скачут мы че зря на заливаем что ли а еще он ой нифига на строке ты там залетел так наплыл змея неплохо тем это цпм там можно сделать допустим circle небольшой ой как в конце залетел на вторых стены такие ракеты пускать от стены лучше добавить ракета на больше тебя корректирует к финишу все-таки ты летишь митте в воздухе тебе нет когда строится чтобы направить себя случае если ты допустим плохо ставил ракету или еще как-то поэтому в таких случаях лучше в стену стрелять ну или перед ценой в общем ясно дальше давай так сети хабиб ok он писал что он не из united kingdom он из румыния шариш румын не знаю я не знаю он он что-то там говорил что тип у него автоматически что-то 35 9 в общем быстрее на 4 секунды практически на 3 8 до плей лей она подождем тебя так по прыжкам нормально нормально типа плазма хорошая ну не сказал бы 66 градусов как достаточно ровно 66 градусов сейчас быть диму на ценил короче 66 градусов можно плазмить в приседе с таким углом на это для собой в портах вот не делал паузу перед ракетой интересно больше трусстори на стримах йоу кстати она того не стоило можно было просто остановиться и отстрелиться ракетой ну да это было этого но ему удобнее возможно так было ну не знаю вряд ли удобнее просто ну не знаю так 35 и 3 год деньги на 600 быстрее по им посмотрим какой интересный цирку смотрел потолок все по-разному делу 63 65 боже на ребят научу но ребята не опытные и не смотрели кайли по плазме нужно вот такой ракете запнулся ну да да надо палач еще раз и по а ну это же дед кстати одет играют больше чем ты живешь это не мешает мне критиковать его не мне тоже что он и он и меня старше как в несколько лет так что ну в общем это я я говорю к тому что его уже не исправить сожалению rx8 с большим отрывом в стоп рима же а рима рима 44 8 у тебя там демки не исправлены что ленды быстрее на 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 сколько на 600 700 я не врач пумбыч давай давай покажи устал и после работы по мою все же я буду считать давай ты что и долго плазмил кстати говоря на очень высоко поднимался начинал плазмить не сразу и зачем-то кстати многие зажимают еще прыжок это влияет как-то на конечно там вектора меняется немножко и и в целом цвет стене прижимает меньше и там сплэш купляется хуже и поэтому подъем хуже когда запустил ракет на финиш ну нормально ему сплэш помог ему немножко ну да ну в целом прошел до прошел нормально я бы сказал чистенько not finish на этот участок делать перед ракетой быстро пройдена но от ракет упустил может приволновался увидел плюс большой я же филе на 2008 1 ты да уже всех с ним нажата канал к 33 8 rx 8 звучит на секу из итак ркс 8 что нам покажет этот молодой человек паузу сделал зачем-то твик свой рост сколько можно выставлять какой-то ну люди не опыты не могут просто быстро сориентироваться что-то такого главное что они не торопятся никак попала плазмят а знают что нужен вот такой вот угол выставляют его возьмяться теория есть это хорошо да а сынаю при приложится там ой на финише не вредился красавчик нифига он ракету как там выкинул еще какой-то 360 что ли 180 сделал он кинул и обычно все в обратную сторону разворачиваются а он как-то не в обратную а продолжил это круг и в итоге сделал 360 ударив ракеты жестко триксер триксер красава мазда норм 32 драм ульки ура из хабаровска она же шесть быстрее на же скултэк она же товарищ все давай короче давай делай насколько быстрее на вашей с чем-то 32 ну давай нет у него нормальный скилл размела долго прям растет ну чтобы наверняка наверно а чушь бусты не сделала пазма подъем после джампада плохо спейсинг до ракеты тоже плохое можно лучше и на финише ошибка распространенная накидал ракеты в полу не в стену соответственно отстрелилась позже и скорость была меньше и на финише потеряла где-то 500 примерно так по микро моментов везде везде упустила но в целом пройдено очень круто и очень сейчас будет строго топ-3 начинается так что ну да да сейчас строго чисто нечисто но медленно поздравляем драму с третьим местом и поздравляем сразу кипиши со вторым 39 на 300 быстрее из челябинска суровый частные какие-то бусты лютые будут по-любому ой моделька шумно не люблю ее ну поднимал кстати не высоко молодец поднялся хорошо да ну вот этот момент словом и целом поднялся здесь достаточно быстро за схеме он сразу стрелял сапчика ой врезался на позме немножко дорога врезался в конце да в конце и и пол все равно их ребята ну и сдвольную договору не усмотрение смотрел сделать плюс прыг и поэтому он прыгнул дальше и поэтому мне не было выбора кроме как стрелять в стену соответственно надо подбирать спейсинг вот это дело я по себе знаю это мы можем рассуждать с собой что надо вот так вот будет правильно сделать я по себе помню что и ты должен это помнить что вот эти вот эти моменты некоторые типа вот когда ты не можешь контролировать четко высоту уже допустим вот как вот это надо последнее ржать и поделаешь в этот типа в тоннель залетать когда ты не особо шаришь по собственному спейсингу когда ты не можешь его прогнозировать ты просто не контролишь некоторые моменты вот этот я более чем уверен что большинство на финише они просто ну и типа не понимают как это исправить ну что им тупо не хватает опыта в типа калькуляции движений свои поэтому кипиш сделал плюс джамп эту там драму кульки оры что-то там намутило рэкс 8 тоже по-любому косякнул на 30 секи топ-4 блин постарался бы еще сделал штри ксера ну да ладно давай ты будешь добрый полицейские злой ну да ну блин нет серьезно я реально по себе знаю что эти моменты не контролятся что ты 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 типа знаешь что надо вот так вот правильно но ты не понимаешь как это сделать я не получается и ты можешь убить на это просто сутки и у тебя все равно не будет получаться и это приходит именно с опытом все давай 284 м дж он же роде он же сочинять рэпчик про дефраг тут же рэпчик он же рэпчик вот он восприниму быстрее секунды play потом мою покажем там еще в топ-1 авенджер авенджер здраво увлечен ой чувак ты чё зачем его очень быстро чеки бы свои сравнил есть использовал стену для плазмы молодец но не делал эти густы в целом и в целом привязалась с ним велос на финише еще ну хз медленно свой внук и не знаю кто это ну да слушай так давай я предлагаю так как этого япон делаем там скил 05 ты хочешь присмотреть до кризли давай веру и роде давай вроде пересмотрим сейчас вроде значит сразу еще раз присмотрим да не и не грязи а давайте до кредит и потом вроде давай так то есть сразу на 05 смотрим окей то запускаем твой play на 200 побыстрее рассмотрим кстати в деталях но по поводу старта можно начинать немножко подальше от старт чтобы фреймы выжать насчет того что ты начинаешь с большей скоростью пересекая стартовой линии ну это в принципе нет ну не критично на комбо картах но типы скилловый можно сделать садисус мне кажется было бы выгоднее где вот с платформы на который лошок мне кажется было бы выгоднее возьмите возможно чуть выше врезаться в заднюю стенку и сразу жать вперед выставить там заранее мудро и бы пока пару шагов делал ты бы выровнялся уже и сэкономил гаммекар сотки 2 мне кажется шиво там всех без дексам что-то такое тоже делаю но пока вроде все неплохо достаточно чистенькая ракет финиш накосячил косяки косяки видны все-таки минус прыг на финише еще минус прыг надо делать чтобы еще раньше падать и залетать чисто уже на финиш либо как дел вуди по верху с помощью запуска ракеты ну вы кутри там что-то и охрене что-то делать но цпм же был смысле мы грязи смотрели дожди говорил кризис смотрим может стоим и avenger посмотрели мы хайза не посмотрели топ-1 язык делаю у меня нет дымки хайза смысле 28 и 2 ничего нету как нету она имит дефрагит что да наверное странно как у него разделилась что-то вудина косячего я думаю чё за фигня гризли гризли я не знаю че тут я не он жаным дифрагер я думал то гризли тебя не стреляется все так давай села быстро посмотрим хайза да давай смотрим быстро сейчас все давай play поехали блин что-то мы пардоньте ребят косячок так возьмем неплохо но очень долго стоял там на платформе сделал неплохой гб здесь ничего не стимил прошел пешком на чем очень много потерял долго здесь у нас без густов но был сделан фига нормально здесь все достаточно быстро и тоже а пол и в онлайн еще обувь конце наловил надо было принимать в дымку рандом был гулять это кстати и горы чего нет не начиная он никак не повлиял на процесс ну да да согласен те оба который не влияет на результат они не котируются ну это такое правило гризли в 05 уже посмотрел если хочешь посмотришь потом после и не будешь давай давай я разберу поподробнее по фреймам давай так я загрузился да окей начинает кстати лучше чем этот кто-то предыдущий было забыл уже кипиш по моему вроде а роди роди да то есть начинать немножко дальше от старта и с экономим пару фреймов но долго стоял на обе прям хотя угол поставил сразу хороший 701 но это из удовольствия там можно не не стоять не ждать это до 3-ти выравниваешься с ты чтобы ты прямо пошел они как вот здесь тоже минус он мог бы сделать либо я не знаю как-то плазмоджампом все спейсинг исправить либо сделать гб на 800 гб лучше на 800 делать 700 800 уже будешь спейсинг со скимом и сразу прыжок там делать это ракетой ракет берешь сразу прыжок сделал сделал здесь хороший буст получился прям вообще хороший буст касали долетел до ракеты зачем ты когда взял ракет начал разворачиваться на дольте секунды непонятно зачем может революторно и неплохой полтора икс до молодец но я еще раз говорю что лучше и умусно ловила хажись немножко запускать заранее чтобы ну взлететь без потери скорости уже врел стенку на финише немножко так завернул потерял на этом поэтому нужно спейсинг все-таки есть опытный игрок лучше подбирать более тщательно вот принципе все а в рот будет так никто не сделал там хотим показать да вот я уже браузер там открыл давай сначала быстро потом я медленно разберу давай на 0 3 да там скил вырежьте кто-то не подготовил скоббар все давай давай сначала быстро но это старая днк я не помню какого года года 15 наверно хороший об молодец сейчас пусть тес ой пусть тес молодец еще молодца ой два пуста 2 кривой конечно но никакой есть мы лишь дальше больше для поворота как бы так ну давай на 0 3 нормально внутри левая там же он еще до 05 100 куда 0 3 долго смотрю 2 05 play play да так начинаем смотрим старт ну можно было и лучше там на пару фреймов начать сразу стреляет молодец хорошо спасибо об быстро ну да принципе быстрее сложно сделать можно там на пару фрейм тоже быстрее но это такое ну под дурочего там это больше рандомный момент и погул но плазмить можно вертикальный под 72 градуса воде это тебе до минус ты отсылка 2008 да 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 пусть из хорошей по спойтингу хорошо но второй бусин можно больше больше в резкость и тогда вот ты до ракеты не долетел видишь да мог упасть ближе к ракете на этом ты наверно пустите потерял слушай да нет он крупал всякие 200 ты тормознул ты мог сразу пасть на ракету сразу с руки жамп сделал моментально ты же на земле очень быстро скорость набираешь ты можешь там на долю секунду нажать с и сразу руки жампути сразу 600 будет и там очень быстро можно сделать я вижу да на спамил а это ты на спамил ножен просто короче меня на колесико было вверх это лид вниз это фейл теперь ты на колесико свои бинды вот в общем страница варкапа под номером 199 следующий варкап 200 и он по карте city rocket на котором мы обязательно покажем не знаю уж знаменитый незнаменитый но мировой рекорд в принципе можем даже попробовать показать потом ну так как это все-таки карта и достаточно известная можем попробовать показать вес по потом им дыра а потом меня ну типа а может начался рэкс потом вес по потом эндера не ну там стрелять берем а ну ладно ну просто рэкс и вроде долг не давай топ 10 все-все-все-все-все-все-все-все-все ну короче подходил я забыл сказать 19 по 26 мая в принципе карта 2000 так как она 2006 года она не и мне кажется вот ник во все времена дел круто вот эту карту если сейчас даже выпустят там конечно возможно пады будут шире друг от друга типа стартовые но в целом карта я думаю идеально ему подошла даже под нынешний скилл и вот результаты 7 311 в цпм волги получил большой минус 29 потому что плохо постарался а хейс он же шмыга получил 69 рейтинга и сейчас димон в этом должен в комментариях что-то написать ну кстати слова о нике о маппере на дфц он сделал очень классно карту по моему 4 до по счету я за него голосового как лучшую пусть посумевалов мне дизайн очень понравился и геймплей тоже скилла очень что они принципе он стрейк карта с кнопками где-то там немножко насрал дорожкой на нее там не увидел этот столбик короче вот можно здесь скачать все демки здесь же таймер уже до 2000 до окончания да да окончание получается 2209 варкапа потихоньку-потихоньку нагоним и пожалуй они вы все здесь можете найти ссылки на наши каналы на ю тубе постоянно что-то выкладывается но максимально постоянно на твиче постоянно стримы и в целом можете тут поползать на сайте всяком много интересностей и все смотрите гайды ребят есть круто много крутых гайдов от вуди он старался для вас делал мы не слушаем не слушаем ну ну и за эти углы не за эти теорию гайды для я думаю гайды можно посмотреть даже тем у кого такой достаточно средний скил выше среднего потому что там в основном рассказывается как бы по теории суть потом и он и называется ты фраг теории этот плейлист поэтому ну какие-то моменты возможно для себя вы дополнительно отметить и сможете улучшить этим свою игру даже несмотря на то что там вы умеете и пустые давно все делать и так далее так далее я тоже постоянно ну не постоянно раз недельку я точно что-то новое для себя отмечаю используя это и постоянно еду на улучшение и москаль он тоже растет вообще правда результатов от него не видно давно да не ты чё как бы он басом так осталось кстати говоря теорию дрочит ну подожди кстати говоря поводу меня это смотрел буквально вот сегодня или вчера не помню сегодня вроде обзор на люсь кап 1 это мой первый помог вар варков ну и там ножка полгородского скилла и особенно слюсиков 2 где это моя полом первая карта на пушке было там еще центром меня обозревали ну очень забавно можно посмотреть или не смотреть но всегда приятно посмотреть на себя когда ты играл в прошлом какой у тебя был скилл и и сравнить какой сейчас и может порадоваться или расстроиться наоборот может даже разлиться на себя что-то такой на бас и или лентяй ничего не делаешь не растешь попытаться стараться лучше там да как мотивация дополнительная для тебя будет вообще это полезно ты смотришь старые демки и сравниваешь с тем как ты сейчас играешь и сможешь как ты растешь что очень показательный момент ну круче все что мы затянули давай давай я тут увидел что у тебя с варпаком по общему рейтингу в цепи пятое место делите давай стройте туда ну это ваш ваша дебильная система его бустану немножко система виновата не в общем то все да всем спасибо ребят за просмотр пишите обязательно комментарии как как теперь вам новое оформление будем его наверное по возможности немножко еще модернизировать и пожалуй все спасибо всем всем удачи всем пока всем пока пока пока